Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Да, это так! Сразу прошу вас поставить лайк и прокомментировать это видео. Важный гость, вы его знаете, Геннадий Дубов со мной на связи, аналитик, философ, легист. Здравствуй, Гена! Привет! Прошу вас подписаться на канал Геннадия Дубова и Андрея Вегерицкого. Вот Андрей, называется легист. Ссылочку оставляю в описании, там много интересных тем, еще больше аналитики, той, которая вам нравится, той, которая вам необходима в столь сложную минуту. Давай с оперативного начнем и от этого подведу к глобальным моментам, которые, кажется, уже совершенно нескрываемо врываются в нашу жизнь. Неожиданный, незапланированный визит премьер-министра Венгрии, господина Орбана в Украину. Кортеж, все по красоте, пробки в столице, знаете, как Байдена встречали. Откуда такая неожиданность и срочность? Орбан заявил о том, что, конечно же, будут переговоры по поводу отношений с Украиной, по поводу мира в целом и так далее. Не череда ли это каких-то событий дипломатических, которые приведут нас к чему-то более конструктивному с точки зрения дипломатии в этой войне? Мы можем пока только предполагать и надеяться, наверное, в чем-то. В плане позиции Орбана она для нас есть важной в силу многих причин. В силу того, что Орбан так или иначе представляет страну, члену Европейского Союза и НАТО. Мы до сих пор находимся в парадигме риторики о том, что самой главной нашей жизненной целью является вступление, собственно говоря, в эти оба союза. Саммит НАТО в Вашингтоне скоро. Генгрия председательствует в Евросовете. Плюс финансирование и прочее. Здесь, учитывая неожиданность визита, мы действительно можем предположить, что Орбан принес с собой не только свои 11 пунктов на тему «будем блокировать вступление и переговоры с Украиной или не будем», а привез нечто большее. Но оснований полагать, что мы можем сегодня проартикурировать какую-то конкретику в этом смысле, думаю, что нет. Процесс движется куда-то. Но Владимир Александрович, в частности, в недавнем интервью американцам, он упустил момент границ 1991 года. Мы сейчас перейдем к этому более детально. Хочется обсудить, безусловно. Это нужно широко все-таки обговорить. Но вот если, возвращаясь к Орбану, то если переговоры о мире проходят сегодня в Киеве, и Владимир Зеленский ключевая фигура в этих переговорах, да, то Орбан говорит, что он прямо, прямо нескрываемо говорит, что Дональд Трамп закончит эту войну. Вот во вчерашнем своем интервью, которое он дал в преддверии визита в Киев, он об этом сказал. Кроме прочего, он, конечно, перекладывал ответственность больше на американцев, я процитирую, и перекладывал ответственность Европы на американцев. Вот так будет правильно. Где здесь Европа, спрашивает Орбан? Кто будет представлять ваши интересы? А какие ваши интересы? Тут просто хочется понять, действительно, у кого какие интересы в этой войне, и действительно ли Орбан может влиять на эту историю. Орбан влиять может, просто вопрос, может ли он влиять решающим образом. То есть, по большому счету, вот что может приехать и сделать в плане переговоров и убеждения Владимира Александровича, товарищ Орбан? Он может приехать и сказать, что я не буду блокировать вот раз, два, три переговоры, и финансирование, и вступление, и то, и то, и то, но взамен вы мне, соответственно, продемонстрируете более гибкую позицию в части мирных переговоров в том числе. Просто проблема заключается в том, что концептуально этот вопрос все равно решить невозможно. Прежде всего, потому что Владимир Александрович остается на позиции, что так или иначе, мы выходить из войны должны с гарантиями безопасности. Вот тут чепуху, которую мы подписываем на протяжении уже года, после Вильнюсского саммита, гарантиями безопасности, безусловно, назвать нельзя. Не, блин, это в твоей интерпретации нельзя, а в интерпретации Зеленского? Нет, и в интерпретации Зеленского, и в интерпретации МИДа нашего, в интерпретации, вот давай вспомним, когда первый договор с британцами мы подписывали, Сунаку тоже задали вопрос прямо непосредственно после подписания по поводу того, что являются ли это гарантиями. Он говорит, нет, no guarantees, it's assurances, то есть заверение безопасности. И если, ну то есть, назвать это гарантиями безопасности может только тот человек, который, в принципе, дальше заголовка этот договор не прочитал. Тут, ну, мы объективно исходим из того, что это некая декларация с точки зрения просто политического позиционирования. Грубо говоря, чтобы там правительство не поменялось, и перестали, там, не знаю, в Британии, в Италии, в Люксембурге считать Российскую Федерацию агрессором и страной, которая немотивированную, не спровоцированную войну развязала. Все, больше толку от них никакого нет. Мы исходим из того, что нам необходимы гарантии. А гарантии – это или членство в Североатлантическом договоре, или прямые договора уже на другую тематику совершенно, как, к примеру, США имеет с Южной Кореей, и как США имеет с Японией, ну, и так далее, и с Филиппинами, с теми же, кстати. Вот, поэтому здесь ситуация выглядит тупиковой, ровно потому, что по НАТО нам сказали уже много раз, что это или приз, типа, за победу в войне, чего они не допускают, или это что-то, что, ну, имеет, конечно, там, и мост, и инфраструктуру к нему, но не имеет реальных часовых каких-то рамок. Вот, погоди, ну, сам Зеленский в интервью сказал о том, что Байден, ни Байден, ни Трамп не хотят видеть сейчас Украину в НАТО. Но, смотри, тут возникает вопрос, главная ли гарантия безопасности для Украины – вступление в НАТО, или наоборот, или наоборот. Да, и вопрос, конечно, союзничества. Вот, никто до сих пор не может ответить на вопрос, почему ни в Белом доме, ни аналитики, которые обслуживают Белый дом, ни аналитики, которые обслуживают Кремль, никто. Почему нас даже союзниками? Ладно НАТО, вот мы сейчас тоже не знаем, это уже даже никто. Почему нас союзниками, как Израиль, даже не хотят видеть? Ну, может, и хотят, но опасаются, поскольку у стран и у США, даже обладающие самой крупной и сильной армией в мире, есть соображение своей стратегической безопасности. И эти соображения, они включают в себя опцию прямого вооруженного столкновения с ядерным государством, которое находится в паритете с точки зрения стратегических ядерных арсеналов. У нас вопрос заключается в том, вот, нужно просто это понять. Мы, или они, как власть, они должны будут объяснить, почему, к примеру, мы недоподписали стамбульский договор в 2022 году. То есть, вот, что изменилось? Если мы что-нибудь подпишем в 2024 году, в 2025 году, так или иначе нужно будет ответить, а почему мы не сделали этого раньше. То есть, если мы выйдем и скажем о том, что, ну, вот, мы постарались, попробовали, но не получилось, типа, извините, мы хотели как лучше, а получилось как всегда, то вряд ли это объяснение удовлетворит, ну, примерно всех, поскольку погибших много и раненых много, и людей, которые, в принципе, серьезным образом поменяли свою жизнь, включая иммиграцию и прочее, и прочее, и прочее. То есть, нужно будет предъявить какой-то аргумент. Вот тогда не было перспективы безопасности с точки зрения гарантии, там, третьих лиц, а сегодня есть. Вот, вот, такого планопонимания, может быть, каким-то образом и разрешит этот тупик с пословой. А если его предъявить, тогда будет сложно. После мысли Зеленского, которые он озвучил в интервью американскому изданию, там же исчезли границы 91-го года, то есть, формируется новый образ победы Украины. Ну, если я правильно понимаю. Формируется новый образ победы, что такое может быть победа? И мы снова, вот, нас шатает постоянно, мы снова возвращаемся на первое полугодие этой войны, где я четко помню несколько интервью Владимира Александровича, где у него спрашивают, что такое победа для Украины. И он отвечает, победой для Украины будет хотя бы выход на ситуацию 24 февраля 22-го года. Мы это фиксируем. Потом, опять же, ты вспомнил стамбульские договоренности, там, как нам преподнесли все то, что происходило там, 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 там. И вот все. И вот уже, как бы, граница 91-го года. Сейчас этот откат, насколько возможен и если он возможен, вот у меня просто передо мной пост Богдана Краткевича, да, из Азова, который, по сути, ну, это медийный военный, да, он очень часто дает интервью, и вот он, по сути, выставляет ультиматумы. Мол, если вы думаете, вы, власть и общество, что война закончится заморозкой, то не думайте, этого не будет. Мы будем, как бы, двоевать столько, сколько нужно. И, отталкиваясь от него, я сразу наталкиваюсь на Андрея Ермака, который еще в Швейцарии две недели назад говорил о том, что, не-не-не, никакой заморозки не будет, не-не-не, никаких минских, по Зеленскому такого безобразия не будет. Давай в кучу это попробуем совместить и выстроить правильный образ будущего позиционирования Украины. Ну, или, ладно, не Украины, а Зеленского. Ну, дело в том, первое, нужно понимать момент, почему активизировалась, в том числе и дипломатия, вот в сегодняшнем периоде. Она активизировалась в силу того, что уже скоро у нас американские выборы. Американские выборы, на которые с большой вероятностью побеждает Дональд Трамп. А Дональд Трамп это фактор неопределенности примерно для всего, начиная от финансирования, заканчивая разного рода там геополитическими жестами и так далее. То есть он действительно может прийти, рубануть кулаком по столу и сказать, все, с сегодняшнего дня финансирования Украины не будет, если они не согласятся на там раз, два, три. Он об этом как бы заявляет практически прямо. Если такой вариант происходит, то Европейский Союз будет вынужден или, по сути, удвоить свою помощь нам, при этом не имея, по сути, производства сопоставимого с американским, то есть в объемах физических по оружию, в принципе, европейцы точно не вытянут, даже если они найдут финансирование. Просто в силу того, что разный потенциал с точки зрения наполнения, там, бронетехника элементарная, или там, системами противовоздушной обороны, или всем другим. То есть это риски, это риски серьезные, которые будут, по сути, нашу позицию серьезным образом и европейскую позицию ослаблять. Если мы предвидим вариант возможного ослабления нашей позиции, является ли для нас сегодняшнее окно возможностей с точки зрения проведения каких-либо переговоров, другой вопрос, в чем будет предмет, выгодно. Получается, что пока ослабление позиции не наступило, пока это существует только лишь в форме риска, в принципе, качнуть ситуацию, попробовать можно, и выйти как бы на какую-то позицию общую еще до наступления этих рисков. То есть, грубо говоря, до того момента, пока Трамп победит в американских выборах. Победит ли Трамп, это тоже бабка на двое гадало, поскольку у Дональда Фредерича еще на протяжении двух недель будет оглашение приговора. Как приговор повлияет на результат избирательной кампании, и в принципе, как выходить из этой ситуации, на сегодня никто не понимает, поскольку не было просто в истории прецедентов подобного плана. И это все, в принципе, лидеров. Мы можем посмотреть, например, как на мирном саммите в Швейцарии, как поменялась серьезная риторика чешского президента Петра Павла. Он уже тоже говорит о том, что отвоевать, наверное, все не получится, и в принципе, если вы сохраняете... А позиция аргентинского лидера точно так же. Да, специфика заключается в том, что, в принципе, если не настолько прямо, но подобного рода вещи говорились на протяжении всего времени этой войны в полномасштабном исполнении, это позиция Белого дома. То есть они говорили всегда, что и Милли говорил, и Кирби говорил, и Салливан говорил, и Блинкен, и Байден. Ну, в общем, примерно все говорили о том, что само по себе сохранение суверенитета и сохранение государственности Украины является большой серьезной победой. И с чем они нас, собственно говоря, поздравляют и поддерживают ровно в этом направлении. Но можем ли мы проартикулировать это вовнутрь? Вот это вот большой вопрос. Поскольку те же, или часть военных, отдельных подразделений, или Петина, товарищи, они выйдут и они будут шельмовать, соответственно. Краснолинейцы, краснолинейцы, знаменитые, легендарные. Абсолютно напоминают, мы помним, как разрисовывали Офис Президента, ну, это же были такие травоядные времена, это 19-20 год, как в том числе и двери сняли, и как наши власти испугались от наших пассионарных суграждан, и, соответственно, отступили от позиций и по формуле Штейнмайера, и по ряду других вопросов. И сегодня просто это все может повториться только с горкой. Существенно, с поправкой на то, что совсем другое количество людей как бы воюют на сегодня, и, ну, в принципе, эмоциональный фон, он сильно более напряжен, чем это было тогда. То есть, и... Именно поэтому, смотри, именно поэтому, прости, перебил тебя, тогда власть Зеленского и Ермак, они не считались националистами, да, которые вот и произносят все то, что произносят чаще всего праворадикалы и националисты в Украине, и не кичатся надписями с той самой стены офиса президента. Сейчас и Ермак, и Зеленский стали националистами. То есть, по сути, как бы, ну, не предать, не знаю, как это слово, предать, изменить свою же риторику, на которой вот за эти два с половиной года они стали теми, кем они стали. Это тоже странно выглядит. Поэтому я у тебя спрашиваю, каким образом надо, вот, будет выстраивать дальнейшую тему. Каким мы увидим Зеленского, там, я не знаю, спустя полгода. И кто, даст ему это кто-то взять или не даст? Нужно понимать специфику нашего времени. И даже если Зеленский лично с колонной войдет в Кремль во главе с вооруженными силами Украины, да, все равно найдутся люди, которые скажут, что не так, не тогда. Ну, и, в общем, им не понравится даже вот подобного рода исход. У нас есть прекрасная, в кавычках, традиция, когда мы во всем происходящем не видим объективных факторов, а видим чью-то вину. И обвинения попередников или, соответственно, тех, кто, ну, предположим же, выборы когда-нибудь рано или поздно начнутся, они абсолютно традиционны. Мы часто и сами в себе проблем не видим, склонны обвинять конкретных личностей, которые находятся у власти. И у Зеленского с Ермаком здесь абсолютно ситуация, как бы, они неизбежно будут в чем-то обвинены. В чем-то? В чем именно? Это вопрос сегодня открытый, но так или иначе. Любое решение, подчеркну, любое решение, которое будет принято, скажут, ну, отвоюем мы границы 2021 года. Придут все равно, там, Петина или не Петина, и скажут, что, а если бы, например, мы нормально подготовились к 24 февраля 2022 года, тогда бы все это было бы намного меньше ценой, ну, и так далее. То есть это совершенно как бы неизбежный процесс, и они это понимают. Ну, опускаем. Просто если ситуация, если они поменяют свою риторику резко на сегодня, и скажут, что мы не можем, исходя из наличных сил и средств, воевать или, там, идти до границ 1991 года, мы должны дать паузу, она будет выгодна Украине, там, зима впереди еще, электроэнергетика, как бы, в непонятном состоянии. Будем что-то подписывать, будем договариваться. Вот в этот же момент их обвинят в том, что, ну, зрада и все остальное. И то, что они будут правы, возможно, с точки зрения объективной ситуации, а если американцы финансирование срежут, то воевать, как бы, как предлагал Кулеба, лопатами, ну, наверное, никто не захочет, включая, там, полкозов, вероятно. Но, в любом случае, они будут обвинены в том, что украли, что, если бы не коррупция, у нас бы было уже, там, миллион самолетов, которые бы летали над миллиардом деревьев, которые мы тоже сходили. Ну, прекрати, прекрати, у меня сейчас спина зачесалась, аж, знаете, нервный тихо. Ну, в общем, смысл в том, что, ну, так или иначе, у нас уходящую власть или власть, которая, ну, переходного периода, будут мочить, и при том, что со всех сторон. Понятно, что хедлайнерами здесь будут товарищи от Петра Алексеевича, но взять на себя ответственность за решение, учитывая очевидное обвинение, и очевидное, в том числе, и манипулятивное обвинение со стороны, как бы, оппонентов внутренних своих, вот это может серьезным образом меня отодвигать в момент приема решения. И, условно говоря, мы вот будем играть в такую политическую или геополитическую прокрастинацию. Вот подожди, вот тут очень важно тоже понять. То есть, получается, Зеленскому нужно сделать какие-то шаги, что-то предпринять, чтобы быть хорошим, или продолжать быть хорошим для всех, или закрепить этот статус, или найти новых сторонников и так далее. Это очень важно, каким будет Владимир Зеленский. Сегодня он в Телеграме увидел, что Владимир Зеленский впервые за долгое время сменил цвет футболки, и вообще у него теперь рубашка с хаки на черный, черного цвета, да? Но тоже интересно. Плюс, вот, каким должен быть Зеленский, чтобы быть хорошим для всех? Вот тут вопрос. То есть, это невозможно. То есть, люди, которые шли во власть, в том числе, там, из шоу-бизнеса, они не понимали вещи, которые... То есть, у нас народный депутат, к примеру, ну, не говоря про президента, его начинают ненавидеть с момента принятия и они им присядят сразу, буквально на следующий день. А понимать это, как бы, мало кто мог изначально. И на сегодня в той же там депутатской среде есть ощущение, там, полной несправедливости, да? Конверты давать перестали, бизнесом заниматься невозможно, декларации, там, внимание всех этих антикоррупционных активистов, большие риски с точки зрения принятия решения и репутационное в том числе, ну, чего стоит, там, принятие закона про мобилизацию и ряд других, там. Или то, что будет касаться повышения тарифов, там, и прочих вещей. Люди, как бы, не чувствуют своей ответственности, люди не понимают, что иногда, ну, что власть это не благо, а власть это бремя, которое догонять тебя будет еще потом полжизни оставшееся. И поэтому принимать непопулярные решения решения они не любят. А если они необходимы на сегодняшний день, в том числе и через артикуляцию с обществом. Он Кисенко у нас уже ждал, все же помнят, как товарищ Кисенко, в каких словах он характеризовал ситуацию в 22-23 году. Он же там практически до Владивостока наступал. А сегодня, говорит, блин, ну, наверное, у нас сохранение государственности, это тоже, в принципе, неплохо. И, наверное, это как бы хорошо и правильно. Мне тебе нравится, как Владимир Кисенко, кстати, ему подобные придворные политологи. Вот как только ты начинаешь говорить тезисами Кисенко, ты будешь обвинен в пророссийскости и так далее, и тому подобное. Но как только откуда-то сверху идет разнарядка, все, вот видишь, какой тупой прогрев человеческих мозгов. Ну, это... Ну, возможно ли это просто, понимаешь? Тут вопрос заключается в том, что мы на протяжении всех этих больше, чем двух лет, с момента полномасштабного вторжения, а реально еще и раньше, наверное, прямо с 19-го года, когда у нас началась история по поводу изменений в Конституцию в избирательных целях, сделанной перед Петром Алексеевичем. Вот с этого момента мы вот проворачиваем этот барабан шарманки с той же мелодией, которая не добавляет смысла. То есть, с каждым новым витком он стачивается. То есть, звук все хуже, хуже, хуже с периодом раз в пять месяцев, но пластинку сменить мы не можем. Мы уже привыкли к тому, что мы обсуждаем все в категориях евро-атлантической интеграции, что там ПКЛ не санкции, весь мир с нами и так далее, и так далее, и так далее. То есть, и соскочить с этой истории нам уже, если не невозможно, то очень тяжело. Еще одна тема, друзья, перед тем, как мы перейдем на Беларусь, на Францию и на наши бесконечные проблемы внутренние украинские, я прошу вас поставить лайк этому видео прямо сейчас, не жадничайте. И оставить свой комментарий под этим видео. Давай перейдем на Беларусь. Значит, у нас в Генштабе заявили, что граница с Беларусью полностью контролируется. В преддверии этого появилась информация от Минобороны Беларуси, что на границе с Житомирской областью появился воюющий на стороне Украины русский добровольческий корпус. Вот так вот. Утверждалось, что на границе появились подразделения еще и украинского спецназа. Буквально в последние недели мы наблюдаем пока непонятную нам активность вблизи наших границ со стороны Украины. В населенный пункт Овруч, который на Житомирском направлении, Ровенско-Житомирском направлении, прибыли подразделения специального назначения первой президентской бригады. Обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности. Я напомню, что несколько дней до этих заявлений мы снова услышали заявление из Беларуси, что при попытках покуситься, спокусытость на суверенитет Беларуси, на территориальную целостность, независимость будет применено ядерное оружие, которое там разместила Россия. Что происходит? Периодически зрители спрашивают, ожидать ли в Украине проблем из-за Беларуси, со стороны Беларуси. Товарищ Лукашенко, следует признать, он предоставил в свое время территорию своей страны для начала вторжения, в том числе с северного направления. Но с тех пор ситуация улучшилась существенно. Мы можем вспомнить, что первый год, к примеру, МИГи-31, они базировались на белорусских аэродромах, оттуда же взлетал А-50, дальнее радиолокационного обнаружения и прочего. Но уже очень продолжительное время Беларусь, если и предоставляет мощности, то только в плане полигонов и военных действий с ее территории РФ не ведет на сегодняшний день. Однако сведения тревожные, действительно. И учитывая, что риторика исходит с белорусской стороны, мы можем, по крайней мере, предположить, что риски и вовлечения белорусских войск и предоставления территории для еще каких-либо наступательных операций, они могут возникнуть. Можно представить себе, к примеру, что, не дай бог, какой-нибудь беспилотник, который будет, безусловно, объявлен украинским, долбанет по Мозырскому НПЗ. И будет ли это... Ну, вот тут же есть заявление о том, что слишком много украинских беспилотников летает как раз-таки рядышком с белорусской границей. Ну, там говорят, что разведывательное, скорее. Просто я говорю, что, может быть, провокация или что-нибудь в том духе, что сможет вовлечь Лукашенко вместе с Республикой Беларусь в войну. В любом случае, на сегодня, учитывая подобного рода риторику, нам необходимо держать резервы дополнительные, в том числе и на белорусской границе, которая у нас с ними, если не ошибаюсь, около тысячи километров. Это много. То есть мы вынуждены минировать, мы вынуждены проводить разведку, мы вынуждены держать какие-то подразделения там. И в любом случае, это играет на сегодня, в текущих условиях, на руку врага, поскольку наступают именно они. И резервы, которых у нас не хватает, мы должны отвлекать, в том числе, на возможность отражения подобного рода рисков. Что значит заявление Пескова по поводу Беларуси, который заявил, что проблема, скажем так, было сказано так, нарастание украинских войск, появление там американских бронемашин и так далее, это проблема не только Минска, но и Москвы. Понятно, там, союзное государство, вот прям по пунктам, да, но если есть такое заявление, что предпримет Москва, чтобы, как ты уже писал по их логике, по их сценарию, предотвратить угрозу, с которой они якобы сталкиваются, которую они придумывают для себя? Ну, еще раз, вот будут ли они использовать Беларусь, и будут ли они обвинять нас в каких-либо провокациях, это... Я просто спрашиваю, как постфактум, вот допустим, вот это уже случилось? Не, ну, если случилось, ну, война идет, если будет вовлечена еще Республика Беларусь, с... Казус Белли там, по сути, по Мозырю может прилететь, они со своими, да, они небольшими, там, 50 бригад, плюс-минус там, даже не 50 бригад, 50 тысяч человек в белорусской армии, что, с одной стороны, немного, а с другой стороны, и немало. У них есть в том числе и достаточно серьезная, современная, там, реактивная система залпового огня, там, ну, и прочее. То есть, в принципе, нам в любом случае, мы бы хотели этого избежать, учитывая нашу ситуацию. РГФ хотела бы, вероятно, вовлечь вооруженные силы Республики Беларусь в войну, поскольку, ну, так или иначе, это для них помощь. Но в любом случае, на сегодня, даже вот на уровне этой риторики, которую мы слышим, русские получают отсюда бенефиты с точки зрения того, что мы вынуждены отвлекать свои вооруженные силы, часть, части и подразделения для того, чтобы готовиться к возможному отражению подобного рода нападения еще и с севера. Вот они, в принципе, находятся в ситуации, ну, как бы, вин-вин, да, потому что они, даже если ничего не произойдет, они получают выгоды с точки зрения того, что сковывают наши вооруженные силы, которые вынуждены мы держать на границе с Беларусью. Понятно. Тут понятно. Как бы вопрос на данную минуту исчерпан. Чего не можем сказать по поводу политической ситуации во Франции. Первый тур выборов, продолжение выборов в Европарламент, национальные выборы во Франции подтвердила популярность Марина Лебена и ее политической силы про радикальные элементы французские. Значит, в два раза они опережают Макрона. Там уже говорят серьезно о создании коалиции. Второй тур ожидается очень скоро. Люди там пытались выходить на протесты, кричали фашизм не пройдет и так далее. Конечно же, мы не можем не говорить о том, что Марин Ле Пен и ее политика она ну, очень в сторону Путина, очень в сторону России. Это было до полномасштабной войны, я напомню. Марин Ле Пен это не новенькая в этом классе. Да. И в принципе сегодняшние ее заявления они направлены, они такие носят пацифистский характер, они направлены на мир, но на условиях России. Какими последствиями чревата для Украины вот такая политическая турбулентность во Франции? И тут хочется понять, да, учитывая, что Франция до сих пор остается немного зависимой в своей внешней политике и от Соединенных Штатов все-таки, да, есть игроки таких, как Штаты и Британия. Дадут ли эти игроки Марин Ле Пен одержать победу? Ну, мы сегодня мы что можем констатировать, что прошел только первый тур и что Франция, как президентская республика, избирает сегодня парламент, а не президент. То есть, так или иначе, будет какой-то период, когда возможно, что правительство будет представлять одни политические силы, президент, другие, но как это может повлиять на нас? Нужно понимать, что Франция, в частности, в плане военной поддержки, она занимает долю невысокую в сравнении с тем же немцами, тем более американцами. Франция у нас в среднем, если спросить, молодец ли Макрон, все скажут, да, молодец, и риторически он крепко нас поддерживает, он там уже и войска вводить практически собирался, готовить украинские бригады на территории Франции или отправлять к нам инструкторов, мы много-много слышали от него вдохновляющих речей, но если посмотреть на поставки оружия со стороны республики Франция и сравнить, например, с ФРГ, там разница будет на порядок, то есть раз в 10. При этом немцы и Шольц для нас такие сомнительные партнеры, как вот в массовом сознании, да, и Тауруса не дают, и с танками затягивали и так далее. Нужно помнить о том, что в реальности немцы дали прям сильно больше, чем французы. Поэтому на сегодня, ну, к примеру, если мы уберем там опять эти странные обещания по поводу истребителей Мираж, там то ли пяти, то ли шести, на которые еще неизвестно, сколько учиться нужно, и нужны ли они в принципе в таком количестве тоже вопрос спорный. Мы можем прийти к выводу, что любые события во Франции, они ключевым образом ни на что не повлияют. Мы скорее с опасением можем воспринимать возможный приход Трампа в Белый дом, и это на нас повлиять может действительно сильнее. Ну, хотелось бы просто понять по поводу Франции, да, вот, в принципе и Франция, и эти течения право-радикальные по всей Европе, они могут ли как-то конкретно повлиять на политику Европы в отношении Украины, России, опять же, да, еще раз, Эммануэль Макрон, он по сути своей, да, никогда не не был замечен в право-радикальных каких-то ультра-националистических заявлениях, но Эммануэль Макрон первый, кто заработал себе проблем после заявлений о том, что НАТО неэффективна, о том, что Европа чуть ли не в оккупации находится, да, после Второй мировой войны, в заложниках у Соединенных Штатов и так далее. Продолжит ли, например, Марин Ле Пен после прихода в 27-м году выбора, это не так долго, да, и мы прекрасно понимаем, что Марин Ле Пен уже баллотировалась и участвовала с Макроном во втором туре. Продолжит ли вот эту политику национализации, избавления, деоккупации, да, праворадикальные силы? Для французов это очень традиционно все, там со времен Деголя они там и в НАТО членство приостанавливали, и в принципе, вот если мы посмотрим на, и сравним, к примеру, любое, ну почти любое, кроме Германии, государства и Францию, мы увидим, что Франция, к примеру, у нее свои самолеты, Рафаль и Мираж, у нее свои танки, у них своя судостроительная промышленность, у них атомка своя, то есть они так или иначе всегда склонялись к тому, чтобы не растворяться в НАТО и в Соединенных Штатах, так сказать, с одной стороны. С другой стороны, разговоры про европейскую армию, которая будет сопоставима там с армией США, они ведутся чуть ли не десятилетиями, и пока ни к чему не привели. Почему ни к чему не привели? Потому что, по сути, выгодно ряду европейских государств, не тратя на оборонку, за что порицал Трамп постоянно европейских партнеров, так сказать, они, там понятие целое, было введено мирная рента, то есть рента, когда ты можешь ничего не тратить на вооруженные силы или мало тратить, можешь не развивать ВПК, у тебя есть большой брат, у него самая большая армия, ядерное оружие и прочее, он тебя защитит, потому что есть Вашингтонский договор и его пятая статья. Вот. Будут ли готовы сегодня в условиях электоральной демократии европейские политики сказать своим гражданам, что все, как бы Лафа закончилась, будем тратить, там, не знаю, 5% ВВП на армию, будем возобновлять, в том числе, возможно, там, призыв на воинскую службу, ну, и так далее, и так далее, смогут ли сегодняшние политики подобного рода вещи озвучить и его, тем более, воплотить в жизнь? Это большой вопрос. Мы видим, что даже у них через дорогу, когда бушует война, никто не собирается вставать по-настоящему на военные рельсы. Да, помогают, за что мы им благодарим, но развития там или взрывного роста, к примеру, и военных технологий, и военного производства мы не наблюдаем, даже при том, что они не могут не понимать, что война рядом. Поэтому... А по твоим ощущениям, Европа, вот сейчас Европа, спустя эти два с половиной года, не готовится к большой войне с Россией? Вот как ты... А я не вижу признаков. То есть у нас даже несмотря на то, что война идет, там в Латвии, к примеру, не смогли там сто человек собрать на контракт. И они там какую-то лотерею устраивали. Подобного рода, соответственно, ситуация и в Германии. То есть у них недоборы. То есть на сегодня, учитывая, что военная проблематика, она как бы на слуху, престиж военной профессии должен был бы вырасти, но людей не набирают. Это раз-два. Мы слышали о том, что открываются новые заводы по производству тех же боеприпасов. Или мы видим, как чехи год уже там бегают по миру и пытаются наскрести миллион снарядов, но у них это не получилось. То есть вот это все не позволяет сказать о том, что ну прям вот Европа милитаризуется, готовится встречать врага с открытым забралом, уже имея фортификации, технику, ну и подготовленная вооруженная сила. Спасибо тебе, Ген, за эту аналитику. Важная и с каждым новым разговором формируется такое мнение, от которого еще больше в такой ступор входишь. Вроде бы многие говорят о мире, но будет ли этот мир или будет реально катарсис, как Миша Чеплэга любит говорить, после которого уже, знаешь, не захочется ни мира, ни войны, вот тут самый главный вопрос. Тут, конечно, непонятно. Я благодарю тебя. Да, я благодарю тебя, Гена, за этот разговор. Подпишитесь, друзья, на канал Легист. Там Гена Дубов и Андрей Вегеринский рассказывают еще больше интересного и важного. Не забудьте поставить лайк и прокомментировать это видео. До новых встреч, до свидания. Берегите себя. До свидания.